История страны Белтелерадиокомпании Старые пленки На них наша история История Беларуси мирной Созидающей Январским утром 1952 года Министр иностранных дел Беларуси Кузьма Венедиктович Киселев Как обычно приехал на работу Пораньше Проходя коридорами Министерства Теперь его настораживала Непривычная тишина Создавалось ощущение Даже какой-то пустоты Войдя в приемную Он застал странную картину За столом вся в слезах Сидела сильно напуганная Секретарша Рядом, словно окаменев Уборщица Судя по всему К уборке она так и не приступала На вопрос Что случилось Только кивнула головой В сторону кабинета Там министра Уже ждал особист Не дожидаясь расспросов Он молча протянул ему предписание Израильские Американские шпионы Ночью все сотрудники аппарата Были арестованы На работе только уборщицы И секретари Министр быстро покинул кабинет Нужно было спешить Долго не думая Кузьма Венедиктович Купил билет И поехал в Москву На разговор со Сталиным Дали 15 минут Вердикт Сталина Однозначный Мы к вам претензий не имеем Поезжайте в Минск Набирайте новых сотрудников Вам помогут с их отбором Мы вам верим Киселев Понимая чем может закончиться Несогласие с таким решением Все же высказал свое мнение Товарищ Сталин Я за этих людей ручаюсь Это честные люди Фронтовики Иначе они погибнут Ему дали билет до Минска И он вернулся домой Когда утром он пришел на работу Все его сотрудники Были на местах Белорусское руководство Еще не раз будет демонстрировать Единство в отстаивании Интересов республики Это подтвердил Июньский 1953 года Пленум ЦК Компартии Беларуси Его экстренно Собрали в Минске 12 июня 1953 года Центральный комитет Компартии Советского Союза Принимает постановление Вопросы Белорусской ССР По этому постановлению Потоличев был снят Свои должности За допущенные ошибки Проведения национальной политики В республике По следам вот этого постановления 25 июня 1953 года Минске собирают пленум ЦК Компартии Беларуси На повестке только один вопрос О снятии с должности Первого секретаря ЦК КПБ Николая Сергеевича Потоличева Формулировка жесткая За неудовлетворительную работу По выдвижению белорусских кадров В органы власти И за серьезные недостатки В деле колхозного строительства Всех возмутило то, что решение Было уже принято в Москве Пленум 1953 года И им уже, так сказать, сообщили Об этом решении И им осталось только проголосовать И вот это всех возмутило Потому что в Беларуси Так не было принято Тон обсуждению Задал предсовмина Кирилл Трофимович Мазуров Если виноваты Снимать надо всех Стали высказываться И отец И Петр Миронович Машеров Значит, его поддержал И Сергей Осипович Притыцкий И Климов Неожиданно много как-то народу Я имею в виду Неожиданно для центра Уникальный документ Стенограмма того памятного пленума В защиту Патоличева Выступили не только Высшие руководители Республики Но и представители Местных органов Партийных и государственных В том числе, например, Василий Корж выступил Поддержал кандидатуру Патоличева-Мазуров То есть была поддержка Не только в верхах Но и на местном уровне И это при том, что при власти Все еще всесильный Берия После смерти Сталина Он вдруг озаботился Проблемой выдвижения В союзных республиках Национальных кадров На руководящие посты На деле же Под эту повестку Предполагалась расстановка Своих кадров В центре вообще были в шоке Они не могли понять Что это такое Что за фронта Такая и как это может быть Чтобы отменять Постановление президента И они выступили так дружно Центру не осталось ничего Кроме как отменить это решение Конечно, это было беспрецедентно Это впервые было в истории Коммунистической партии Советского Союза Когда центральный комитет Принимает решение О снятии секретаря Компартии А на местах Включает шпикетов Постановлений И принимает резолюцию Чтобы отменить Это постановление Высшестоящего органа На всех этапах развития Республика демонстрировала Принципиальную позицию По тем вопросам Которые касались Интересов БССР Начало 50-х Стало непростым периодом Для Беларуси Казалось бы Успехи БССР очевидны Но право на дальнейшее Ее развитие Как промышленного региона Белорусскому руководству Во главе с Мазуровым Приходилось отстаивать На самом высоком уровне В конце 53-го года В госплане СССР Время было Не просто напряженным Предстояло рассмотреть Вопросы строительства Крупных предприятий На территории СССР Все материалы Под грифом Речь шла о принципиально Новых производствах И стратегически важных Нефтеперерабатывающих Химических Тяжелого машиностроения Оборонного значения Объектах энергетики Часть из них Предполагалось разместить На территории союзных республик Встречи с их представителями Регулярные Каждый отстаивал Свои предложения Особенно настойчивы Были белорусы Разложив перед сотрудниками Госплана Материалы По каждому Предполагаемому объекту Пред Госплана БССР Сергей Малинин Доказывал Что нефтепереработку Ряд других предприятий Целесообразно размещать Именно на территории Республики Разговор на заседании Более чем эмоциональный В приоритете Украина Ее лоббировал Лично Хрущев И Брянская область В результате Завод по нефтепереработке Получила Республика Было принято решение О его строительстве Недалеко от Полоцка Который потом Войдет в историю Как новополоцкий Нефтеперерабатывающий Было принято решение Госплана СССР И о размещении В Белоруссии Других крупных Промышленных предприятий Машиностроения Оборонного значения Новые развивающиеся отрасли Химическому Доводы белорусов Оказались убедительными Экономика БССР Развивалась Быстрыми темпами Сильное государство Что могло обеспечить Это сильная экономика Промышленность Развитие научного потенциала Интеллектуального потенциала Творческого потенциала Культура Спорт То есть В тот период времени Невзирая ни на что Основными лозунгами Было Не только восстановление Из руин Государства Но и созидание Нового Прогрессивного Именно тогда Начиналась История рождения В БССР Промышленных гигантов В 50-е годы Будет построено 307 Только крупных предприятий А во все отрасли Экономики Беларуси Вложено 2,5 миллиарда рублей В полтора раза больше Чем за всю Предшествующую Историю Советской Беларуси Республика Превращалась В одну Большую стройку В результате Успешного Выполнения 4-5-летнего плана Был достигнут Довоенный уровень По объему Промышленного производства Причем не только Достигнут Но и Преврошли его Почти в 6 раз О успехе Послевоенной Пятилетки И те результаты Которых добились В республике По окончании Этой пятилетки Когда был И выполнен И перевыполнен План Были результатом Не только Достаточно большого Финансирования Из центра И вливания В республику Больших И трудовых И каких-то Так сказать Финансовых ресурсов Но еще И стали Результатом Очень грамотного Управления Первые итоги Самого сложного И драматичного Периода Своей истории После военного Восстановления Практически Полностью Уничтоженной Экономики Беларуси Подводил В сентябре 1952 года 20-й съезд ЦК Компартии Беларуси Даже несмотря на то Что мы постоянно Лугаем За централизованность Управления В Советском Союзе Тем не менее Это в общем Сыграло В тот период Посвоенной Свою решающую роль И их Благодаря Вот этому Управленческому Аппарату Который тогда Существовал Который работал На износ Удалось добиться Тех результатов Которым пришли Цифры Впечатляли Основа Основ экономики Промышленность Не только Достигла Своего Довоенного Уровня Но и Превысила Его На 15% В структуре Промышленности Произошли Изменения Вот за годы Этой пятилетки Появились новые Отрасли Автомобилестроения Тракторостроения То есть Это было Не просто Восстановление Фактически Создание Новых Структур Промышленности Возможно Эти сухие Цифры Мало О чем Сегодня Расскажут Современному Человеку Но Те Предприятия Которые Были Построены В послевоенные Годы И Которые Сегодня Продолжают Оставаться Флагманами Экономики Беларуси Подтверждают Республика Совершила Несомненный Рывок В своем Развитии И Совершила Его В сложнейших Социальных Условиях Какими Были Эти Условия В Воспоминаниях Тех Кто Поднимал Республику Из Руин Когда Бабушка Приехала Проводить После Эвакуации В Казань Очередное Заседание Верховного Совета Это Был Гомель Это Был Ноябрь Декабрь 1943 Года Бабушка Очень сильная Была Женщина Она Вообще Никогда Не Плакала Но Она Мне Рассказывала Что Она Приехала Гомель И Разрыдалась Потому Что Ни Одного Целого Здания Вообще Просто Физически Даже Негде Было Провести Заседание И Такая Ситуация По Всей Республике Невероятно Но Уже Через Несколько Лет БССР Подводила Итоги Не Просто Восстановления А Работы Экономики В целом На съезде В 1952 Году Подводились Итоги Восстановления Послевоенного Восстановления Беларуси Делались Большие Доклады И Подытоживалось Что Беларусь Она Восстала Из пепла Если Можно Так Сказать То есть Были Построены Крупные Заводы Гиганты Большое Количество Предприятий Ну Например Минский Велозавод Кондитерские Фабрики Спартак В Гомеле В Минске Это Фабрика Коммунарка Важную роль Сыграли Репарационные Поставки Непосредственное Отношение К ним Имел Генерал Армии Михаил Сергеевич Малинин Начальник Штаба Первого Белорусского Фронта Один из Разработчиков Знаменитой Операции Багратион По Освобождению Беларуси Впоследствии В повергнутой Германии Начальник Штаба Оккупационных Войск Это Все Производство Которое Было Перевезено Из Германии И В кратчайшие Сроки Запускалась Промышленность Когда Дед Находился В Берлине То Любую Просьбу Которая Шла От Белорусского Правительства Любую Вот Все Что Только Требовалось То есть Поставлялись Заводы Поставлялось Оборудование Поставлялись Средства Связи Например Телефункин Минский Минский Автомобильный И Тракторный Гомсельмаш Станкостроение Производство Дорожных Машин Строительных Механизмов Ведущими Белорусской Экономики Становились Машиностроение И металлообработка Повсеместно Были Восстановлены Колхозы По сравнению С Довоенным Периодом Увеличилась Численность МТЗ И Совхозных Хозяйств К началу Пятидесятых Практически Завершилась Коллективизация В западных Регионах Беларуси Это было Очень хуторовного Это буквально На каждом Центре Были хутора Естественно Психологически Люди Были Настроены Как бы На частный Способ Производства И скажем Коллективизация Которая проходила В 50-х годах В Цикрех Она была Непростая Но тем не менее В регионе Было организовано Более 6-ти тысяч Колхозов Которые Объединяли 85% Посевных Площадей Начиналось Колхозное Средство Буквально В каждой Деревне Был Какой-то Маленький Колхозик Убеждали Людей Как-то Чтобы Иметь Общественное Какое-то Животноводство Птицеводство Там Свинноводство По деревням Губна Какие-то Были Частные Уже Их Приватизировали Буквально До 50-х годов Люди Уже Посмотрели Что Проще Работать Все-таки Коллектив Содержать Какое-то Поголовье Скота И потом В силу Какого-то Осознания Этого Процесса Потихонечку Начали Эти маленькие Колхозы Объединяться В более Большее Сельскохозяйство Западный Регион Превращался В индустриально Развитый Сельскохозяйственное Машиностроение Сахарная Отрасль Дерево Обработка Энергетика Крупные Предприятия По выпуску Строительных Материалов Только Промышленное Производство Здесь Увеличилось В два Раза Разве Можно было Представить Такое Еще Недавно В период Польской Окупации Белорусских Земель В целом Беларусь Добилась Бесспорных Успехов В восстановлении Народного Хозяйства В тот период Было Уникальное Явление Когда Позитивный Образ Будущего Руководства Страны В основном Совпадал С позитивным Образом Будущего У Профессионального Сообщества У Социума Семьи Социума И Личности Свой Образ Жизни Свою Перспективу Дальнейшую Личность Связывала С образом Государства И ее Перспективного Развития И это Являлось Мотивацией Успешной Деятельности Достичь Достичь Таких Показателей Республика Смогла В первую Очередь Благодаря Самоотверженному Труду Ее Жителей Тогда Достат Социалистического Труда Качих Ли Поливод Они все Были Самыми Уважаемыми И приглашаемыми Людьми Даже героев социалистического труда их узнавали на улице чаще, чем узнавали артистов, потому что им был почет. Минск. Начало 50-х. Просторная, утопающая в зелени улицы белорусской столицы. Ее главный проспект. Торжественный, неповторимый, в красоте построенных здесь помпезных зданий. Новенькие автобусы на маршрутах, спешащие по своим делам люди. Именно в первые послевоенные годы была создана база для дальнейшего наращивания экономического потенциала БССР. Почему в Минск такой красивый город и такой правильный? И почему такие широкие тротуары? Вот мало кто задумывается. Бабушка говорила, что две женщины должны пройти с коляской, и еще кто-то должен в этот момент сидеть на лавочке. То есть получается, что думали уже тогда о людях. Бабушка рассказывала, что они садились с Пономаренко, еще с членами команды Кпатильмон Кондратьевича, и прям чертили улицу. В новое десятилетие республика вступала и с новыми планами. В числе приоритетов строительство предприятий принципиально новых отраслей. В экономике СССР наступал период, который потом назовут периодом грандиозных свершений и научных открытий. На 20-м съезде КП Беларуси были подведены итоги развития Беларуси за послевоенный период и приняты директивы на дальнейшее развитие экономики республики. В том числе был взят курс на создание новых наукоемких отраслей промышленности. Был очень тяжелый выбор – либо восстанавливать и попытаться вернуть людей к нормальной жизни, либо думать на будущее. И этот, наверное, послевоенная пятилетка первая и дальнейшее развитие, дальнейшие планы, которые создавались, они были направлены на будущее. 4 июля 1954 года в Минске – грандиозное событие. В центре белорусской столицы – торжественное открытие Монумента Победы. Его приурочили к 10-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Святая дата для каждого ее жителя. Еще свежи страшные воспоминания о том, что пришлось пережить белорусскому народу в годы войны. Еще боль утрат кровоточит незаживающие раны. Сегодня сложно представить, что понадобилось всего 10 лет, чтобы республика смогла возродиться из пепла. На выжженной земле отстроить заново города, практически с нуля поднять свою экономику. Величественный Монумент Победы стал символом Великой Победы. Он стал символом и великого трудового подвига белорусского народа в первые послевоенные годы. В СССР вступало в новый, уникальный период своей истории. Свершений и выдающихся открытий, достижений во всех сферах народного хозяйства. Период созидания.